СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ В ходе совещания в Звенигороде подробно разобрали вопросы и обращения граждан в социальной сети ЦУР и на Добродел. Один из них – борьба с борщевиком Сосновского, который в летний период становится настоящей проблемой для владельцев земельных участков. В соответствии с вашим поручением, после того, как такая химическая обработка проходит, мы размещаем какие-то информационные таблички о том, что данная территория была обработана такого числа для того, чтобы жители понимали, что здесь уже работа проведена. Нашествием грызунов и домашних насекомых серьезно обеспокоены жители Трехгорки. Сообщили о проблеме в общественную палату. Есть заявления жителей о том, что на территории Трехгорки их очень много – мышей и крыс. В данном случае вопрос касается территории детского садика. Родители жалуются о том, что на территории детского садика действительно часто замечают мышей и крыс, но и, к сожалению, иногда даже не попадают в сам садик. Такие вопросы обязаны решать управляющие компании, прокомментировал Михаил Каратаев. Причем незамедлительно. Дезинсекция – это как раз борьба с насекомыми, это обязанность управляющей компании, и они должны это делать, в том числе при аномальных проявлениях живности на территории. Соответственно, здесь проведена была обработка с составом специального лодки и рима, который как раз используется для дезинсекции при нашествии насекомых. 06 июля работы были проведены. В завершении совещания глава округа прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса и еще раз призвал жителей округа делать прививки. У нас прирост заболеваемости продолжает увеличиваться и остается, к сожалению, большим в пределах от 200 до 300 человек в сутки. И мы с вами находимся в таком очень сложном периоде. Сейчас во многом от поведения жителей, от их стремления вакцинироваться и соблюдать все же меры санитарной безопасности, зависит дальнейшее развитие ситуации. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.